Племя незнакомое Прекрасная мелодия предваряет появление в нашем эфире Николая Николаевича Миклуха Маклая, руководителя Центра изучения Южно-Тихоокеанского региона, научного сотрудника Центра Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании, Института Востоковедения РОН, основателей и директора фонда имени Миклуха Маклая. Николай Николаевич, доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Очень приятно слышать эту мелодию у вас. И всем большой привет всем ради вас слушать. Да-да-да. Мы скучали. Николай Николаевич, ну вот я всегда вот рос с мыслью о том, что такие, как вы, такие, как ваш предок, это совершенно необычные люди. Не может обыватель со своими стереотипными представлениями о жизни быть выдающимся, ну, например, открывателем дальних земель, островов. И сегодняшняя тема – это подтверждение моей давней идеи, потому что звучит она следующим образом. Зачем Миклуха Маклай завещал кунсткамере свой череп? О, как. Да, звучит, звучит. Владислав Александрович, вот скажите, пожалуйста, наш, 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 наш дорогой друг, вот вы осмеливались бы завещать свой череп какому-нибудь музею? Лично мой не пригодится музею, точно вам говорю. Лично мой. Слушайте, Николай Николаевич, ну это же надо как-то вот особенно какой-то взгляд на вещи иметь, да, чтобы вот на полном серьезе взять и сказать «совещаю свой череп». Прямо изнутри черепа это и сказать. Ну, вы знаете, это действительно звучит очень необычно. Достойный череп нужен, достойный. Вот что я хотел сказать. Ну, я хотел вам точно сказать, что любой обыватель, если он имеет определенные цели или желания, серьезные, настоящие, то, конечно, оно сбывается. Если в части черепа возникнет у кого-то желание, я думаю, что он может написать завещание. Вопрос в том, что возьмут его или нет. Вот череп Мику Хамакая, когда я упоминаю о том, что он в Кунсткамере хранится. Как вы думаете, какой следующий вопрос мне задают? Так. А как его отрезали, мне говорят? Я говорю, в каком плане? Говорят, ну его же должны были похоронить, соответственно, должны были отрубить голову и, в конце концов, потом взять сами по себе кости. Нет, случилась эта история очень интересным образом. Дело в том, что Мику Хамакая похоронили на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге, а через 50 лет только вспомнили о его завещании. И когда перезахоронили его на литераторские мазки, это недалеко, но считается более такое, кладбище для знаменитых людей, непосредственно к его отцу Николаю Ильичу. Вот в тот момент, как раз, когда уже все тело истлело, и были только останки в виде костей, этот череп и изъяли. И действительно, он послужил во благо науки и человечества, как завещал Мику Хамакая, потому что он хотел, благодаря своим примерам своего черепа, подтвердить или опровергнуть идеи о том, что попуасская раса или вообще темнокожая является не хомо сапиенс, а каким-то промежуточным звеном или другим вообще видом человека. В этом была основная его идея. В то время достаточно много происходило теорий о том, что темнокожие расы не настолько развиты, и они не могут считаться хомо сапиенс, существуют под виды людей. И одно из доказательств это как раз было череп, потому что, ну вот вы помните, череп обезьяны, череп других животных изучали, смотрели, объясняли. И получилось таким образом, что к тому времени, это уже был 20 век, советский период, уже доказательства его, Николая Николаевича, о том, что попуасская раса является также хомо сапиенс, уже были подтверждены другими его фактами, другими его исследованиями. А вот его череп послужил открытию того, что он, оказывается, умер от рака челюсти, а не от тропических болезней, как думали. И плюс к этому восстановили полностью его лицо. Дело в том, что борода же скрывала часть его лица, и хотелось все-таки быть точным в исполнении его силуэта, который был восстановлен в Институте этнологии и антропологии. Ну, вот сейчас череп находится здесь, на Васильевском острове, в Санкт-Петербурге. Его я видел. Родственникам его показывают нос. Не демонстрируют для... как музейную коллекцию. Я считаю, что это достаточно правильно. Но история черепа Николая Николаевича, она привела к тому, что пару лет назад, когда я посещал Папуну в Гвинеи, в ходе своей экспедиции, я посетил также и австралийский музей, который находится в Сиднее. Это музей университета, Сиднейского университета. Раньше назывался музей Маклея. Сейчас он имеет другое название. Но независимо от этого, там хранятся черепа тех папуасов из того берега Маклея, который я регулярно посещаю. 16 черепов, которые он собрал и передал именно в Австралию. Несмотря на то, что часть черепов была отвезена и находится сейчас также в Санкт-Петербурге, в Консткамере, на тех 16 черепах я обнаружил 4 точно имени тех людей, которые были идентифицированы им в ходе того, как он забирал эти черепа. Черепа он, я должен вам сказать, Маклец собирал абсолютно с доброй согласия абсолютного местных жителей. То есть это не было каким-то изъятием или не было какой-то нехорошей, я не знаю, обменом. Нет. Это действительно черепа, которые он собирал, в некоторых случаях действительно менялся, но они не имели для них ценности. Ценности, вы не поверите, для них имела челюсть нижняя. Нижняя челюсть, она имеет сакральное значение и передаёт силу и знания предков. Ну, через разговор, скажем так, через тот ток-ток, ту беседу, благодаря которой они передают историю своего клана, истории своей семьи. И вот меня заинтересовала та ситуация. Смогу ли я эти черепа вернуть? Потому что существует закон о реституции, о возвращении тех останков в Папу-Ново-Гвинею. Ну, в Сиднее мне сказали, что это достаточно сложная задача, потому что нужно иметь точное доказательство. А действительно ли родственники хотят этого? То, что вы хотите, это одно дело. А вот нужно иметь родственников именно тех черепов, тех владельцев черепов в Папу-Ново-Гвинею, и навряд ли вы их найдёте. Ну, тем более, если вы даже знаете эти деревни, и даже если они сохранились, кто может помнить этих потомков? Ну, как вы помните, в том году я посетил 10 деревень, посетил и познакомился с большим количеством новых интересных людей, которые являются лидерами кланов. И я посчитал, что эта задача всё-таки может быть осуществима. И в этом году я провёл экспедицию, в ходе которой задавал вопросы и в ходе интервью, с целью того, чтобы выяснить, где же эти потомки и как можно их найти. И был удивлён, во-первых, тем, тому, что без справедления практически они отвечали, где они находятся. Просто говоря им имена. Плюс к этому, я уточнял, что это же потомки, которые много-много лет назад, сотни лет, более сотни лет назад. Говорит, да-да, мы понимаем, это из того рода, из той деревни, и мы знаем потомков в этих деревнях. И вот здесь пошла работа. Я попросил, чтобы их пригласили к кому-то сам, кого-то сам посетил. И взял у них достоверное интервью, где они, во-первых, были удивлены, что их черепа, черепа родственников хранятся в музее, а во-вторых, они сказали, ну да, у нас была такая традиция 150 лет назад, но сейчас мы христианское государство. Будьте добры, мы хотим эти черепа захоронить у себя на родине. И вот с этого как раз началась интересная история. Во-первых, конечно, потрясающее открытие того, что они настолько помнят линию своих родственников. Во-вторых, что традиции настолько сильны, и они практически не мигрируют, за столько времени остаются жить в тех же самых деревнях. Помимо всего прочего, существует программа в 92-м году Организация Объединенных Наций, она выпустила программу о реституции музейных ценностей, взятых в колониальный период. Но здесь эти черепа впервые были взяты Миклухом Аклаем до колониального периода. Если мы помним, он ученый, который не побоялся и до миссионеров, до тех войск, которые колонизировали многие страны, посетил остров Новая Гвинея и вошел в добрый контакт, показав пример хорошего дружеского отношения. И здесь, конечно, интересная ситуация, что сейчас начался процесс, где участвует и Папула Новогвинеевская сторона, вот сейчас мы с ней общались, и музей в Австралии, которые будут осуществлять сейчас процесс возвращения этих черепов в Папула Новогвинея. Ну, тем самым мы узнаем еще и больше истории об этом интересном факте. Ну, и, конечно же, вот то, что вы затронули череп Николая Николаевича, по моему мнению, он послужил науке и человечеству, и пора бы его предать Земле. Поэтому подумаем мы и над этим вопросом тоже. Вот таким вот образом, если есть какие-то интересные и вообще вопросы, я буду рад ответить. Ну, Николай Николаевич, мы, конечно, шокированы вашим рассказом, Да, но тем не менее, слушайте, а как вы, получается, вам нужно бодаться с австралийской бюрократией, выступая в роли такого посредника между уважаемыми товарищами аборигенами и вот этим вот государством, которое, так сказать, хранит эти реликвии? Ну, я вам должен сказать, бюрократия везде абсолютно одинаковая, что в Австралии, что в России, что в других странах. И, как вы понимаете, у меня есть опыт в этом плане, в связи с тем, что мы делаем достаточно много образовательных, интересных проектов не только в России, и в Папу, и в Новогвине. Действительно, процесс непростой. Я надеюсь, что он осуществится в этом году. Почему так скоро? Потому что, ну, зная, что бюрократия лучше реагирует на общественное мнение, когда еще, к тому же, активно пропагандируется в СМИ, я привлек компанию ABC. Мы с ними сделали очень хороший фильм, который показывали в Австралии 12 разных сюжетов было в течение недели об этом. И обсуждался как раз тут вопрос, что надо бы и пора бы не хранить у себя, как в хранилище, эти черепа, которые даже не изучаются, а пора бы возвращать. Поэтому общество мне на них поднадавило, они были очень любезны. Я надеюсь, что эта любезность продолжится и от черепа будут возвращены. Николай Николаевич, то есть мы, так сказать, планируем уже ваше, на какое-то обозримое будущее, победный репортаж о том, что черепа, наконец-то, возвращены, и можно вас включать в график уже до конца этого года, правильно? Однозначно. Ну, мы, по крайней мере, эту тему, я думаю, что не надо оставлять, потому что, во-первых, действительно, тут интересны два факта, что Николай Маккай действительно собирал и изучал это все еще в докладный период и боролся за то, чтобы показать, что папуасская раса является хомо сапиенс и ни в коей мере никакими-то неполноценными товарищами, о которых многие говорили и судили в то время. Ну и с точки зрения научной, достаточно много музеев возвращает музейные ценности. И в основном это по той причине, что они были изъяты насильно. Здесь не было насильственного изъятия, не было покупки за бесценок, здесь это было их желание. Независимо от этого, я считаю, что это и улучшит и позитивный имидж России как участника этого процесса. Потому что, как бы то ни было, не знаю, что австралийцы занимаются с папу новогвеницами, понятно, что и русские ученые это делали, и понятно, что сейчас мы со стороны нашей тоже полкаем эту тему. Племя незнакомое. Дорогие друзья, с нами Николай Николаевич Миклуха Маклай. Помимо всего прочего, и основатель, и директор фонда имени Миклуха Маклая. Мы говорим о том, что его великий предок завещал свой череп кунцкамере, и теперь, возможно, пришла пора вернуть эту научную, скажем так, научный объект матери с сырой земле, да, и вернуть черепа папуасов, которые исследовали, и которые хранятся сейчас в Австралии. Но, Николай Николаевич, вопрос, который хотел вам задать, вот Миклуха Маклай, вот эту всю историю с черепами, да, замыслил, затеял, потому что он принимал папуасов как нормальных людей, просто других, в отличие от европейской, фашистствующей, давайте скажем откровенно, мысли, конца девятнадцатого, философской мысли начала двадцатого века, которая потом превратилась в нацизм, да, когда люди делились по категориям, и в том числе им на полном серьезе замеряли черепа, то есть даже не папуасам, они своим замеряли черепа, да, и в этом, в этой связи, вот, позиция Миклуха Маклая, она как воспринималась в европейском обществе, ведь он, получается, шел в разрез с тенденциями, которые охватили Западную Европу. Вы абсолютно правы, в тот момент действительно мнение в Европе было подобное тому, что сейчас мы можем назвать, конечно, фашизмом, но это невозможно было назвать в то время, потому что тогда люди изучали мир, они считали, что существуют разные виды людей, и от своего незнания в большей степени они причисляли их к неполноценным. Дело в том, что даже ноты Глиден и Шопенгауэр, кстати говоря, они говорили о том, что только дело и раса являются такой самой великолепной и красивой. Но в этом плане как раз Миклуха Маклая не был пропагандистом в начале, он был ученым, и его интересовало беспристрастное мнение, в этом большой плюс, что он не сначала говорил о том, что папуасы равные, а он сначала провел исследование и доказал, показал, и уже, конечно же, факты, которые это подтвердили, они заставили его пропагандировать эту идею о том, что ни в коем случае нельзя навязывать колониальную политику, нельзя навязывать свои мысли тем народам, которые, ну, извините, пожалуйста, эти мысли, может быть, не готовы принимать в той форме, в которой они навязывались с колонизаторами, поэтому, благодаря его работе, фактически, он, кстати говоря, спас миллионы, десятки тысяч, я бы сказал, жизней в период колонизации папуанова Гвинея германцами, германией, немцами, как мы говорим, не было серьезных расправ среди с местными жителями, а также не было серьезных конфликтов с немцами. Знаете, почему? Он на этом берегу, берегу Маклая, где как раз началась колонизация, он наладил дружественные контакты, и когда пришли немцы, они подумали, папуасы подумали, что это люди Маклая, они же такие же белые, и встречали их дружелюбно очень. Потом только они распознали и поняли, что дело не так, но в любом случае статьи Маклая о том, что папуасов нельзя считать за неполноценных, они не позволили проводить какие-то серьезные действия по расправе и отъему земель незаконному, как это, к сожалению, происходило в то время в Австралии, когда уничтожали Абреги. Вы правы. Да, да, да. Николай Николаевич, и подозреваю, что поскольку вот эта расовая теория о нескольких видах людей, некоторые из которых полноценны, а другие нет, она ведь обслуживала империализм и обслуживала именно колониальную систему, то есть обслуживала с моральной точки зрения экономическую модель, которая до сих пор в общем-то, в принципе, существует на Западе, когда все висит, все благополучие висит на дешевом, условно говоря, западном, ну там, так сказать, на дешевом иностранном сырье, который берется из колоний, которые, может быть, и не называются колониями, но в этой связи я подозреваю, что поскольку ваш предок наступил на хвост, соответственно, вот этой колонизаторской системе, самой всей, глобальной, я так понимаю, что его, так сказать, и особо сильно из-за этого западная, так сказать, научная общественность и, так сказать, ну не окружает тем же почетом, как в России, потому что он им прижал, я еще раз скажу, хвост своими исследованиями. Ну, вы знаете, здесь же существует мир политиков, которые непосредственно заинтересованы в поглощении территории или же поглощении ресурсов. Их меньшинство среди народа, но их большинство в прессе, и поэтому иногда кажется, что те или иные народы, да, значит, выражают подобное мнение. Нет, это не так. Дело в том, что в Австралии он признан очень, и более того, в Австралии существует специальная стипендия для ученых, которые изучают наследие Миклуха Макла, и оно находится также в Сиднейском университете. Они платят деньги тем ученым, которые готовы разобраться в коллекциях. Они признали в 2008 году и премьер-министр Австралии, например, извинился за эту колонизацию, но как бы он не извинялся, безусловно, за колонизацию именно и уничтожение аборигенов, это уже произошло, и поэтому, к сожалению, вы абсолютно правы, что в тот момент и в тот период времени колониальные державы интересовались только ресурсами, и вот подобная вещь, она подогревала и оправдывала подобные действия. Ну, чтобы тут долго говорить, мы знаем, что и в Америке, к сожалению, происходили конфликты до конца того века, а век тот начался буквально, закончился 30 лет назад, может быть, даже меньше. Поэтому, безусловно, это ситуация, в которой Микуха Маклай передовой ученый, в Юго-Восточной Азии он признаваемый, многие книги были переведены на английский язык, все-таки среди англоязычных людей есть те, которые поддерживают идеи, которые Микуха Маклай проповедовал, и не только русские считают его действительно русскоязычным, и в России, в Советском Союзе считают его действительно выдающимся человеком. Хотя, конечно же, в России он популяризирован очень активно, но я вам должен сказать, что вот эта активная популяризация в некотором случае мешает нам наладить сейчас связи с Паповым, в Агринии, психологически мешает. Знаете, каким образом? Так, например, мы когда с вами ведем передачу, мне часто после этого задают вопросы, не перехванят, знают, слушайте, а что, они прямо вот так вот с копьями сейчас до сих пор и ходят, и все остальное делают? Ну, мы давайте, Николай Николаевич, в следующей нашей встрече разберемся, ходят ли они все еще с копьями или нет. Николай Николаевич, Микух Маклай, в нашем цикле племя незнакомое. Спасибо большое.